Я, Вождакина Оксана Павловна, хочу сказать, что в том году, 19-го года, 22-го июня, на реке Воронеж в Чертовицах, где находятся плавучие домики, произошел наезд гидроцикла на резиновую лодку весельную, где находился мой муж, Черков Андрей Николаевич. Пришелся удар в спину моему мужу. Были очень многочисленные травмы. Конечно, муж упал и утонул. За гидроциклом находился Котлеров Алексей. После чего получилось так, что Котлеров скрылся, не оказав помощи. Был еще второй мальчик, который пострадал, это Трусов Иван. У него были челюсти лицевые какие-то ранения. С первых дней, да, все было очень странно, следствие как-то вело себя подозрительно. Мне пришлось с Трусовым обратиться к адвокатам в СМИ. Мы начали оббивать пороги. После чего, где-то через два месяца только возбудили уголовное дело. Но с большим скрипом. В деле непонятно было, что как. Меня как потерпевшую не извещали. Никаких писем, ничего не было. Выходили со мной на контакт даже с моими адвокатами. Мне очень так, знаете, непонятно. То хотят, то не хотят. Трубки не брали. Я со своим адвокатом приезжала. Нас не принимали в Рамоне. Хотелось бы, конечно, чтобы, не знаю, наши власти как-то повлияли, вышестоящие на Рамонь. Потому Котлеров вышел со мной на связь через полгода. Назначил встречу. Мы с ним встречались в присутствии его адвоката, моих адвокатов. То есть моего адвоката, Ваниного адвоката. Где он признался в наезде. Где он попросил прощения. Сказав, конечно, что простите. Ну, вот так получилось. Да, я виновным. Но это как бы голословно он признался. Но то, что странно, что у нас в деле человек проходит по бумагам как свидетель. Это очень сильно пугает. Прошу областного прокурора повлиять на Рамонского, начальника УВД, Соколова Александра и Рамонского прокурора. Взять дело под контроль.